Еще раз, это бесплатная, на основе определения местоположения дополнительной реальности, многопользовательская ролевая мобильная игра, разработанная для смартфонов, Android устройств, iOS устройств. В игре игроки используют свои мобильные устройства с GPS и нажимая кнопочку, скачивая приложение, они видят, где на земле расположены те или иные объекты в игре. И как только вы видите, что, например, здесь, недалеко от меня, в центре, я вижу объект расположен, я включаю камеру, подхожу, куда меня GPS ведет, и я вижу этот объект. Кнопочкой этот объект я забираю. Дальше я должен решить, что я буду делать с этим объектом. Я смотрю его данные. Этот объект дает мне право быть в игре на более высоком статусе. Но оставлю я себе этот объект. Значит, где-то во втором месте еще один объект, взяли его, а он одинаковый. Два мне не надо, я могу продать. Для того, чтобы клиент, бесплатно скачавший приложение, продал свой актив, он должен зарегистрироваться на платформе. Он должен выводить деньги. То есть тогда ему уже надо через кошелек идти. Он регистрируется и найденный объект выводит, да, в виде USDT, в виде биткоина, в виде, значит, этериума. То есть, еще раз повторюсь, это история вирусная, да, она будет расходиться. Она будет расходиться и компания именно поэтому вначале игру выпускает, которая привлечет людей, да, а потом уже отпускает на внешний рынок свои активы. Да, там это правильно, это логически правильно, значит, вы должны это понимать. Это вкратце, да, вкратце. Здесь вы видите как, то есть увидели объект на карте, да, подходите к нему, щелкаете камеру, значит, объект у вас, да. Он объект, вот он у вас, я не знаю, стоит он 0,5 евро, 10 евро, да, все зависит от того, насколько этот объект, значит, что он вам приносит, какая у него цена. Значит, так это работает, здесь пока, ну, скажем так, много знать не надо, да, то есть, будет обучение проходить уже с 15 ноября, перенесли с 25 октября на 15, будем все видеть, учиться. Значит, так это выглядит, да, на смартфоне вы будете видеть, да, объекты будете видеть, это у нас Париж, Шефелева башня, но так вот на такие шестиугольнички будет поделен земной шаг, да, значит, в результате будет предоставлено огромное количество участков, но не все они одинаковые, да, там, в Тихом океане где-то посередине, там, ну, кто там будет, там, может, никогда никого не будет на лодке, там, один человек проедет или на корабле 10, да, ну, не факт. Значит, конечно, мы, как маркетмейкеры, мы руководим этой игрой, да, мы не играем, хотя вы можете играть, да, мы руководим игрой, мы размещаем эти объекты. Как мы получаем объекты, вы уже знаете многие, мы покупаем цифровой актив, который называется 7PIN токен, он фармит нам игровую монету, на эту игровую монету мы покупаем землю и объекты, значит, и дальше выставляем эти объекты. Человек продает, мы получаем, и человек деньги получает, и мы комиссию получаем, чтобы было проще вам понять, да. Значит, по, по игре, значит, по тому, как попасть в игру, очень много людей, у которых нет наших монет, вот, вот где проявляется ценность монеты, да. Значит, наша монета гикокоин, без нее в игру не войдешь, да, то есть игроком ты станешь, но ты не станешь управлять игрой, тебе нужны эти три монеты. И сейчас мы их уже продаем, то есть для себя мы их монетизировали, и они есть у нас вот здесь в кошельке, если вы видите, они уже выведены. Вот здесь 191 монета гикокоин, да, то есть уже я их монетизирую, да. Значит, я их всегда, сейчас есть возможность добавлять, я решил держать 200, значит, там 9 я занял, 8 я продал, опять до 191 теперь продлил, 9 назад получу, чтобы у меня всегда было 200, пока есть возможность их докупать. Так я для себя решил, вы можете хоть тысячу выгонять, монетизировать. Значит, 500 евро, и опять же, смотрите, я людям делаю предложения со скидкой, да. Если вы посчитаете, сколько стоят все активы, у вас получится стоимость 575 евро, а я делаю скидку, то есть 500 евро. Также я могу, это я делаю от себя, понимаете, вы можете перенять мою тактику, почему нет, мне не жалко, да. Например, я могу продать им актив за 250, вот он стоит 290 евро, а я могу за 250 его продать, да, со скидочкой в 40 евро, но там активируется один пин, я не буду пока объяснять, что это такое, да. То есть не в полную силу вы уже как бы в бизнесе, но если вы начинаете людей привлекать, то вы также вырастите и докупите то, что не хватало до 500 евро. Я надеюсь, вы меня понимаете, да. Значит, это очень важно. Теперь при условии развития участков и увеличения числа игроков средняя доходность от одного участка примерно 10 евро в месяц. Теперь в евроэквиваленте я скажу, что сейчас мы покупаем участки, будем покупать участки за 2,5 евро. Да, один участок в евроэквиваленте 2,5 евро. Дает такой участок в среднем, если мы о нем заботимся, да, 10 евро в месяц. 100 участков, 1000 евро в месяц, да, 1000 участков, 10 тысяч евро в месяц. Вопрос в том, и для меня это вопрос, смогу ли я обслужить 1000 участков. Я думаю, это будет очень трудно, реально, думаю, трудно. 100, наверное, смогу, но уже когда игра включится, мы каждый для себя будем видеть. Так вот, я же еще и инвестор, так как фармится игровая монета, я могу покупать объекты и через marketplace продавать их так же, как я могу продавать землю. О чем это говорит? Конечно, самые большие деньги будут зарабатывать те люди, которые купили себе цифровые объекты в самом начале, знают, что такое крипторынок, знают, что такое работа с компьютером, да, они уже такие продвинутые, да, вот эти будут зарабатывать. Но и те, кто, скажем, не знает компьютер, просто, просто инвестировали, вы будете ровно 7 лет и 8 месяцев получать доход от цифрового актива, фарминг. Покупайте землю, она будет дорожать, покупайте, никто не лишит вас этих монет. То есть, что я этим хочу сказать, это очень хорошо для тех людей, кто просто инвестирует, да, и это очень в три раза хорошо для тех, кто знает крипторынок, для тех, кто знает компьютер и, значит, для тех, у кого есть время и ресурс, да, то есть деньги. Но они в шоколаде, я вам сразу скажу, что они в шоколаде. Но страшного ничего нет, мы вот общались с Олегом, он ту землю, которую Олег сейчас покупает по 2,5 евро, меньше, чем за 100 он отдавать не хочет, да. И я считаю, что это правильно, это он бизнесмен, да. Но у меня чуть-чуть другие взгляды, я бы подешевле отдал, мне там 5-10 иксов, вот так бы хватило, да. А 10 иксов это 25 евро, да. Да, значит, каждый для себя решает. Теперь немножечко про доходность, да, это скептикам. Это нашим скептикам, потому что все свои 12 лет, что я в компании, да, я встречаю, ну, скептиков 95%, тех людей, которые сразу все раз, их мало, а скептики, они 95%. Это нормально, я наоборот, как бы за этих людей, все в порядке, все хорошо. Значит, стоимость, как мы говорили, цифрового объекта, который называется 7PIN токен, 500 евро, да. Значит, вы ставите его, туда уже входит и фарминг, и все, все, вы его подключили. Каждый день вам фармится, то есть идет в кошелек, 0,0175 геймкоинов, главная монета игры. В евроэквивалент это в день 87 центов. Значит, в месяц 0,52 гейммонеты, игровые монеты. Значит, евроэквивалент это 26 евро, 25 центов. В год это 6,38 игровых монет, евроэквивалент это 315 евро, да. Значит, но срок, я сказал, максимальный, 7 лет 8 месяцев. Значит, геймкоинов 50 вы нафармите, что в евроэквиваленте за все это время, если земля не подорожает, вот если, как бы, земля и активы не будут дорожать, если все будет стоять на одном уровне, то это 2,5 тысячи. Много это или мало? Я считаю, что это мало. Я уверен, что и земля, и активы будут дорожать. Я в этом на 100% уверен. Значит, многие спрашивают, почему 7 лет 8 месяцев? Ну, тут есть такая фишка, коллеги, что любая игра может надоесть, да. И в среднем, значит, я не знаю, сколько там живут танки, да, сколько живут другие игры, но почему-то подсчитано, что 8 лет в среднем, да. Значит, пожалуйста, если игра будет продолжать, набирать оборот, через 8 лет будут играть, вы можете купить еще один актив, и также он будет, значит, фармиться еще 7 лет 8 месяцев, да. Есть большие инвесторы, у нас много, сейчас уже много больших инвесторов. Значит, ну, скажем, 5 тысяч, 10, купил 10, 7,5 токенов, да, это 5 тысяч, это в день. Давайте сразу в евроэквиваленте, значит, 8,75 в день, 8 евро 75 центов. В месяц это 262 евро с половиной, в год это 3190 евро, да. Общая стоимость фарминга, то есть за 5, за 7 лет 8 месяцев вы получите объектов, ресурсов, которые вы можете продавать сразу, да, значит, на 25 тысяч евро. Я считаю, что это приличный, очень приличный доход, да. Ну, еще вот есть люди, которые, знаете, как бы вам сказать, ну, еще и стремятся, стремятся этот бизнес, как я уже говорил, продвигать дальше. А нам очень нужны такие люди, да. Значит, 500, стартовый капитал 500, у вас 10 участков земли. Вы их нафармите, да, за, я вам скажу, за сколько, в 3 дня 1 участок фармится, да, грубо говоря, в 3 дня 1 участок, чтобы 10 участков получить, нужно 30 дней, да. Значит, и у вас 5 человек, то также, ну, немножечко продвигается, да. Фарминг в год у вас 315 евро. У вас комбинированный доход появится, он где-то 200, от 200 до 400 евро. Все зависит от того, значит, как эти люди, насколько близко они к вам, да, это ваши прямые или там через ступени. Значит, прибыль с игры, мы уже говорили, да, там каждый участок, это если вы нормально работаете, 10 евро в месяц, в год это 1000, 1300 евро, 1800 евро, вот 500 евро инвестировали, 5. Почему тут хорошо создавать команду? Потому что вам будет проще, вы потом поймете. Во-первых, игра, она такая групповая, да, там можно уже строить свои стратегии. Во-вторых, и для привлечения клиентов это будет намного проще. Одному найти команду, либо в пятером ее искать, да. Когда-то в начале этого бизнеса, там, это был 12-й год, да, в моем случае. Значит, я именно так и делал. Значит, если вы инвестировали там, скажем, 1000, не инвестировали, а со стартовым капиталом в 1000 евро, да, и 100 земель у вас уже есть, то, смотрите, 75 тысяч евро в год вы можете. Работая, да, коллеги, работая, тут и поиск клиентов, да, здесь уже 250 человек у вас в команде. Не так, что они прям прямые ваши, да, а то есть растет ваша команда, там, ваших прямых трое, от них идут ветви, это нормально, да. Пожалуйста, вот здесь я посчитал, вы видите, 2500, например, есть люди, которые такие компьютерщики-компьютерщики, да, ему некогда чай попить, вот он возле компьютера живет, да. Кого-то искать, кому-то, как они говорят, впуливать эту игру, нафиг мне не надо, я хочу сидеть, работать. Вот для таких людей здесь рай. Не надо людей искать, не надо ничего. О, инвестиции, 100 земель, да, и 13 тысяч со стартовым капиталом в 2,5, 13, этого я уже занижаю. Можете зарабатывать. Ну, это, я говорю, это надо, есть такие люди, да, я другой, я люблю общаться, да, я лучше буду продвигать эту игру. То есть, если у вас уже стартовый капитал, там, 10 тысяч, хорошая команда, но это те люди, которые ставят цели, да, это реально те люди, которые могут ставить, и не только ставить, но и добиваться своих целей, да. Значит, это для них. Прелесть всего этого, это собственный цифровой бизнес, да, никто, ну, как бы тут написано, что создание не занимает много времени, я с этим не согласен, я на прошлых вебинарах говорил, на все нужно время, да. Значит, бизнес, который можно масштабировать, это действительно так. Возможность создавать параллельные бизнесы, и это возможно. Но этой темы я хочу касаться, это очень интересная тема, которая тоже приносит очень хорошие деньги. Но это после того, как вы получите не только механику, всю механику взаимодействия между каждым участником, да, но когда вы уже узнаете, сколько стоят ресурсы, как их располагать, и, значит, ну, скажем, цель для каждого уже будет, зная все правила игры, да, тогда я уже об этом пункте с каждым подробно буду разговаривать. Полный контроль, только вы сами влияете на свой доход, абсолютно верно. Бизнес, который очень сложно будет ограничить. Значит, слушайте, это наш блокчейн, да, у нас все это как бы в одних руках, да. Блокчейн, ну, как вы его, ну, интернет везде вырубите, да, у нас метавселенная к запуску готовится. Значит, ну, и, конечно, это интересно. А те, кто, ну, вот я не знаю, я тоже человек немолодой, да, но я постоянно учусь, да, ну, мне 60 лет скоро, но я постоянно учусь, я постоянно, постоянно что-то читаю, мне постоянно это интересно. Я уверен, что люди, которым 65, 7, 75, они сделают это. Ну, я не знаю, может, я так, может, я другой, но я не уверен. Такой же я, как все, просто надо этим интересоваться, надо гореть, как и в любом другом деле. Если бы я не горел, я бы, ну, наверное, ну, неинтересен был, может, кому-то, может, я бизнес хуже делал. То есть я горю, мне это нравится, это реально очень интересно, и причем это еще и, значит, деньги, да. Это реально очень интересно.